всем привет дорогие зрители и подписчики моего канала меня зовут павел сегодня в рубрике первый взгляд мы посмотрим недавно вышедшую демо версию к игре dread out игра относится к стартовым проектам то есть это такие проекты люди которые в меньшей степени имеют отношение к игровой индустрии собирают так сказать пожертвования добровольческие и на эти пожертвования собственно делают весьма неплохие игры ну как говорится это в теории что получается в итоге то в итоге получается а вот данная игра была пока что тема версия данной игры была выпущена индонезийской студии и житроу хэппи вот это инди студия то есть она занимается и проектами в данном случае игра сделана то есть это совершенно бесплатный движок игровой как я уже говорил то есть если у вас ребята есть желание есть умение какое-то какие-то навыки какие-то скиллы пожалуйста берете и делаете собственно такие люди уже как я такие люди которые уже намного лучше меня в этом разбираются на самом деле уже посмотрит вашу игру вот то есть что вас отделяет это только желание умение вот так ну что давайте посмотрим все таки 40 мы сделаем сделаем этот первый взгляд так вот это вы видите это я создал профиль так сказать попытки то есть посмотреть игру то есть как она будет вести себя на записи на записи она ведет себя прекрасно в 60 fps все здорово все замечательно так ну что давайте введем кодеме кому имя ведем да кириллицу игра поддерживает как ни странно попробуем так поиграла буквально 3-4 минуты не более того так и у нас как вы слышите вибрирует телефон это собственно наша главная героиня как видите игра сделана на юнте инжене но прямые руки авторов данной игры позволяет нам понять что даже на бесплатных как сказать относительно бесплатных инструментах программирования мы можем создать поистине более-менее прекрасно ну как красивую картинку приятную глазу у нас как вы можете заметить от третьего лица так и мы очнулись в каком-то сарае это даже не знаю где мы эти такие домики обычно бывают где-то африканских племен по типу как тем что были фильме тура 2 так название телефон фотографии ладно ладно я иду в этой игре у нас героиня кстати может бегать как вы видите то есть это не дистрофик это вполне нормальная девушка так ну что звонит подберем кто там такой упорный полчаса звонит входящий вызов игра слава богу линда где ты того все в порядке мы ждем тебя здесь слава богу линда мы убираем здесь все умрем отличное начало японовать что за бараша там была спокойно у нас есть фонарик на телефоне так и насколько я понимаю ну я читал описание данной игре данная игра собственно основывается на том что наша героиня есть телефон и как говорится телефон это что-то вроде местного уникального как сказать универсального инструментария то есть как фонарик как камерой как собственно средства ко всему так странно да ребят если кто-то не заметил меня сейчас насморк поэтому перебои могут быть как с голосом так и не с голосом так там кто-то стоит да ты нам звонила ой капец а чё так пути блин наступила ночь как всегда неожиданно как всегда мы уронили телефон от испуга так кого нету насколько я знаю данная игра относится к разряду паранормального так ой погоди спокойно эта тварь смотрит на нас давайте просто отойдем ладно я подписался на это сам 40 минут и это забуду как страшный сон в смысле я перестану играть в эту игру и блин зачем мы идем а слушай как тебе линда или кто-то линда у тебя нету в сумочке того какого типа пистолета электрошокера что-нибудь что может нам помочь так и режим ночной съемки нам пока не особо помогает так куда мы идем куда так ой твою мать что такое было икона мать спокойно ой а иди к черту черту иди скотина всего-то сфотографировать сфотографировать страшную морду она уйдет от вас так что за телефон такой а рисфон ирландский что нет а лишь 1 1 речь не хватает так тут я ничего не заметил пойдем сюда а а погоди а мы куда то вообще в другое место вышли сзади никого хорошо видите это дерьмо ребят ребята стены нету у нас какая-то странная камера я бы сказал в общем весьма и весьма так нет стена исчезла так ну знаете мне как-то не по себе самую малость что-то за надпись ладно я не местный не знаю как она переводится я просто иду так что за а спокойно так ладно ребята идем дальше одну папайку мы уже выкинули уже выкинули ее она же не вернется ой твою мать спокойно спокойно ой ой так телевизор только не включайся как в фильме звонок не надо я этого не люблю так блин тараканы ненавижу тараканы может их можно как-нибудь я не знаю ударить нет таракан не боится вспышки что я бы сказал это какой-то таракан мутант судя по размеру так тут закрыто да слушай да ты свалишь уже нет ага тут у нас тут у нас что-то было ненормальное ай и и куда-нибудь так почему у меня сердце так бьется неистово так у нас у меня есть мнение что бабайка рядом когда сердце бьется так эм это ира которая нам звонила так и сюда что так сделает ты говорит что ты здесь делаешь так ну ты кто ты не из моих друзей ты не мой ты не из моих друзей вообще-то я не анекдот рассказываю не надо секрет я не твой друг то кто я призрак да черт тебя знает кто ты девушка говорит ладно иди за мной вообще надо сказать вот это но ладно хорошо уважаемая куда вы убежали так куда она пошла то ел так это мои шаги это мои шаги все в порядке значит конечно так а тут что то есть и не но сюда я не попадаю вообще вообще знаете довольно интересно так закрыто видимо нужен ключ или то что дима версия пока нельзя ничего сделать так ладно какие то странные троски я бы сказал вообще вот представляете вот так вот очутиться не пойми где просыпаешься так и не знаю как после кого-нибудь мальчишника вегасе ни хрена не соображаешь не знаешь где ты самое страшное ой я не хотел идти потому что там окно может как-нибудь выскочить но тут еще чище у меня есть такое мнение офисные помещения так все закрыто куда она убежала интересно так вот тут чуть а вот она стоит так ну тут что-то совсем ненормально на стенах нет откройте ух ты вою мать скотина погоди мы не умерли все в порядке так конечно камера от этого лица дает игре определенные преимущества так и я в каком-то круге свечей с синим пламенем видимо спонсор этой игры газпром ладно так идти на свет или идти в круг у меня какие-то странные ощущения я не хочу идти на свет давайте от него бежим можно? видимо нет видимо нам только туда дорога видите какая скотина взяла нас заманила притворилась нашим другом приняла его облик так почему я бегу на свет вообще ты можешь мне объяснить? так я жду хорошей подлянки давайте скример давайте я напугаюсь честно скажу я напугаюсь эм так и слышите эта скотина где-то ржет иди сюда тварь иди сейчас этим фотоаппаратом знаешь что сделаю? даже не представляешь как люди могут быть жестоки имея при себе только фотоаппарат со вспышкой ой что это даже знать не хочу погоди кто-то плачет я думал смеется сначала спокойно почему тут нигде нету электричества ребята в какой помойке мы оказались вообще конечно я люблю инди-проекты которые немножко помогают ух так 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 откуда-то оттуда ладно вот еще о чем я говорил у меня в принципе как говорится ничего против я не имею против инди-проектов которые помогают ну там переосмыслить что-то или спокойно и туалеты во всех во всех во всех ужастиках всегда есть туалеты ой слушай а их тут не было ипона мать так что ты плачешь я не могу покинуть это место только только ты кто может покинуть это место возьми этот ключ и уходи сейчас же теперь как у вас есть ключ от главной двери отлично так если еще раз не поговорить не так любом случае я буду пятиться потому что эта девушка даст присраться так отлично есть ключ я ухожу точно со мной не идешь смотри мне плевать ой японская ты винокурня стопы тут дом был только что куда куда одели дом признавайтесь ладно это было на самом деле не страшно так почему я могу взять с собой вот это а у нас тут вьетнамские дожди отлично слушай а может мы в Вьетнаме тут стремно на самом деле погоди где мы ипона мать мы на кладбище в дождь в ночь что мы делаем на вьетнамском кладбище кто-нибудь мне может объяснить это ну пока знаете игра игра дает интересную завязку при том что это еще даже не игра это демо версия при том что насколько я знаю для данного кикст стартер проекта разработчики насколько я знаю должны были собрать сумму в 15 тысяч долларов пока собрали только три тысячи три тысячи вот но как мы видим из демо версии пока что пока что нормально могилы прямо так это так вот за нами никто не идет вроде нет пока мы видим из демо версии что есть к чему стремиться игра дает какие-то нормальные ориентиры для нормального какого-то приключенческого хоррора приключенческий хоррор я хочу сказать это такая вещь когда у вас нету оружия у вас есть какая-то вещь которая оттуда врага или замедлит его о на мать это что за дырена кочерыжка где я знаю что я делаю ошибку у меня нет выбора да надо идти к этой так почему музыка заиграла тревожная так что я делаю не так ребята хоть объясните мне у меня есть два ориентирователя выжить и пройти демо версию все так почему музыка что я сделал не так ребята так ну нам явно надо что-то сделать и чтобы куда-то идти но я не знаю куда так тут я точно ничего не пропустил может быть надо как-то я не знаю что-нибудь с этими свечками сделать что-нибудь с этими свечками сделать нет что с ними делать не надо капец ладно так ну что-то у нас как-то экран то кстати говоря по повыцвел по краям повыцветал что хорошего в попытке убежать от одной бабайки мы пришли к другой так я даже не знаю давайте просто идти выскочит скример значит судьба такая не выскочит скример тоже хорошо любой вариант для нас хороший на самом деле выскочит получите острые ощущения вы и я не выскочит только я буду сидеть и стучать зубами 15 секунд после этого видео не мать уйди скотина нет нет уйди нет жить ты меня не убьешь не достанешь ой твой дивизию ты-то тут откуда тихо тихо спокойно так давайте вы друг друга ребят давайте друг друга бить все замечательно вот давайте к этой скотине 3 так нет это не работает болезнь я попал ладно обошли первого второго американский футбол все хорошо все хорошо так хорошо все нормально так девушка так куда бежать куда бежать ребята я хочу жить я не знаю что делать первый раз когда меня накрыло меня накрыло я побежал на свет второй раз если я сейчас накроет то это все будет это будет финиш так нет сюда как получается да я не знаю куда бежать все я я сюда так нет я себя загнал ловушку да ой так ладно все приплыли до приплыли ну ладно второй раз мы оказываемся в каком-то странном кругу из свечей с огоньками из газпрома ладно так ну что второй раз бежим на свет ой код здравствуйте как ваши дела давайте реклама вискос я тут по ты смотришь вот сюда давать кис-кис-кис так что мы довольно далеко отбежали сказал ладно голубоглазый белый котик как-нибудь потом честно говоря пока вот знаете не сюжета не чего-то такого что нет начала нет конца у этой истории есть просто какая-то золотая середина которую нам кинули я так считаю но пока эта золотая середина себя оправдывает и мы бежим на свет и давайте мне бабайку потому что 22 скримера за всю игру это мало стопы я опять на кладбище по хрена ребята отбежать так вот американский футбол американский футбол действие вали по счету американцы подумали толково что-то твою мать эти звуки это ненормально блин и я хотите телефоном не кидайся честно слово так это скотина может их как-нибудь убить я не знаю слушай а может их надо к нему подманить что-то убивает у него тут а лапа она неспроста есть скорее всего а давай ну 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 давай а что и сюда под лапу прям под лапу давай болит это не работает ладно когда у меня закончились я на самом деле закончился период я до куда бежать и нихрена не вижу так минуточку так болит и могу настроить яркость к сожалению я хотел посмотреть может быть можно делать с яркостью может быть тогда я что-то увижу честно говоря пока не думаю что тут что-то есть на этом кладбище интересного что можно использовать как-то против этих товарищей хотя знаете хотя знаете может тут реально что-то есть 5 ябл не знаю ябл прятый быстрый спокойно спокойно дружок надо Давай, остаемся друзьями. Смотри, я убежал. Всё нормально. Так. Опять же, ничего. Так, а вот тут вот что-нибудь с этой свечки может можно сделать? Так, ладно. Пока я не знаю. Просто я не знаю, что дальше делать. Эти, конечно, товарищи очень интересные, но... У меня нет идеи, как от них отделаться или ещё что-то. Так, вот тот, который менее замотанный, он, мне кажется, поле какой-то быстрый. Поэтому давайте текать от него. Так. Так, тут у нас точно ничего нету. Давайте просто, не знаю, щёлкнуть что-нибудь. Вот как он так быстро прибежал? Как? Спокойно. Так, вот куда я сюда подхожу, тут какой-то... Что-то со светом стынуется. Так. Спокойно, дружище. Так, это... На самом деле, знаете, как-то... Как-то даже, я не знаю. С одной стороны, понятно дело, что это тема-версия, и... Нам особо много не дадут пройти, но... Как вы видите, меня уже убили эти твари. Собственно, мне дали второй шанс именно здесь. Опять же, зачем я не знаю. Так, и сюда, нет? Нет. Ай. Блин, я не знаю. Тут... Тут некуда реально бежать. Одни какие-то склепы. Не попадая туда, к сожалению. Тоже не попадая. Так, ну и ты завязывай, чтобы бегать. Дружище. Слушайте, может их можно как-то пнуть, я не знаю. Нет, нельзя. Не поддают сами. Бегам. Ну, а сори, они прямо вот так, сквозь текстуры ходят. Теперь понятно, что они такие быстрые. О, смотри-ка. Реально, это их кто убивает? А все. Сдулся. Один сдулся. Второй. Спокойно. Улыбочку. Это была прекрасная фотосессия, друзья. Так, у меня такое чувство, что тут еще есть. Ага, слышу. А, только где? До спины? Или это ты? Вот тоже, пойди догадайся, что их надо было фоткать. Ага, все три какие-то тут свечки горят. Что странно. Так, ну, мы тут что-то сделали, в любом случае. Как вы видите, как вы видите, все три свечки горят. У меня, конечно, есть предположение, что мы... Эм... Ага. Эм... Уф. А, во, смотри. Ой. Ой. кого хрена темы кто-то там на заднем плане с ума сходит ну да какие то это вьетнам на самом деле продолжение следует ну ладно ну что ж мы с вами дамы и господа посмотрели дима версии игры дредаут в принципе что могу сказать знаете как то игра больше хотите верьте хотите нет но меня она лично измораживала не сколько скримерами а сколько ожиданиями этого самого скримера то есть как бы выскакивает на тебя какая-то бобенка по типу девочки звонка ну чё уж привыкли видели 10 раз 10 миллионов тысяч пятьсот 32 миллиарда раз и тому подобное вот эти твари на кладбище принципе тоже непонятно что с ними было делать тупо за фотосессии фотосессии все нормально вот конце упала это страшная бабайка с одним глазом что было дальше мы узнаем уже в полной версии игр если конечно она выйдет потому что пока что таких сад кикстарте вы проект то есть наберут деньги разработчики разработают игру и сдадут выпустят возможно даже как недавно вышедший слайдер за райвал тоже в принципе хорошая игра думаю в первый взгляд я тоже можно включить вот да вот видите 3d technology так ну что в принципе посмотрели с вами эту дима версию выйдет целая игра думаю я пройду полностью но пока в принципе вы посмотрели ее сделали для себя какие-то выводы я принципе с вами тоже не только что посмотрел вышло у нас это менее 40 минут как я планировал ну да ладно принципе уже хорошо уже здорово то есть не затянуто с одной стороны с другой стороны хочется еще особенно когда такая завязка теперь это завязка стандартно для большинства и проектов плане хоррора в плане ночи ну что ж всем большое спасибо за внимание ставим пальцы вверх подписываемся на канал если нравится не нравится то в противоположную сторону делаем если есть вопросы задают задавайте их если есть какие-то умные мысли высказывайте их комментариях на остальном все всем большое спасибо за внимание с вами был павел увидимся уже в следующих видео на канале пока удачи 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 Субтитры создавал DimaTorzok